На этом столе лежит несколько миллионов. Цена одной соболиной шкурки может доходить почти до 200 долларов. Здесь их 50 тысяч. И все наивысшего качества. Это первый байкальский международный пушной аукцион. В зале, где выставлена коллекция, русской речи не слышно. Это брокеры из США, Греции, Италии, Нидерландов, Китая и России. Они и будут играть на торгах. Простому человеку здесь соболя не купить. Аукцион – это сложный процесс, и нужно хорошо знать его правила. Сегодня экскурсию по выставочному залу проводят для полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Миняйла. Сейчас формируются лоты. Вот такие связки по 35-40 шкурок, которые добыли охотники Сибири и Дальнего Востока. Сегодня ситуация на рынке такая, что он уже сегодня раскупается. На внутренний рынок уходит максимальный процент 20-25. Это благодаря тому, что в последние годы активизировались наши компании российские. Абсолютное большинство продается с аукционов. Или по прямым контрактам, или с аукционами. Большинство аукционов проводится за границей. В России до сегодняшнего дня был только один – в Санкт-Петербурге. И это при том, что вся добыча сосредоточена на востоке страны. Например, в Иркутской области объектами промысла являются 35 видов животных. Действительно, первый опыт. И объективно то, что сегодня аукцион должен прийти к местам, где эти шкуры добываются. Это в основном в Восточной Сибири. За Уралом, там, в европейской части Соболь не водится. И поэтому везти каждому нашему охотнику или руководителю какой-то организации туда, в Санкт-Петербург, там, где, может быть, особо нас не ждали, наверное, не сильно хорошо. Идею проведения пушного аукциона в Иркутске поддержало правительство России. Задача – сделать удобную и близкую к производителям площадку, а потом и выстроить новую систему торговли промысловой пушниной. Надо просто, подчеркиваю, еще раз подходить, просчитанно к таким вещам, да, и не бояться, ну, у нас очень много потенциала сегодня заложено в наших природных ресурсах, человеческих ресурсах, науке, образовании, везде, промышленности, производстве и так далее, вот, которые мы должны правильно раскрыть и правильно использовать. Тогда экономика, подчеркиваю, она будет. И еще о потенциале Сибири. Иркутский авиационный завод сейчас почти во всех цехах идет сборка деталей для МС-21. Здесь, например, работают над каркасом проема грузового люка. По планам новый пассажирский лайнер должен встать на крыло уже через месяц. Это цех окончательной сборки. Сейчас здесь окончательное очертание принимают три машины. Где-то здесь, по соседству, и МС-21. Только его мы вам сегодня не покажем на авиазаводе. Говорят, что демонстрировать машину до того, как она поднялась в воздух – плохая примета. Сергей Миняйло на авиазаводе впервые приятно удивлен современным высокотехнологичным производством и показателями корпорации «Иркут». Оборот предприятия вырос в пять раз. Только за последний год здесь создано почти две тысячи новых рабочих мест. Еще один пункт в программе – посещение самой большой школы при Ангаре. В Иркутском микрорайоне «Эволюция». Учреждение рассчитано на 1250 человек. Классы уже комплектуются. В каждом классе будет вырежена интерактивная доска. Поэтому я думаю, что с точки зрения инновационных систем мы будем впереди планеты всей. Впереди планеты всей не только по технологиям, но и, например, по безопасности. В здании будет установлено более 120 камер видеонаблюдения, турникетов, каждой рекреации, трубки для прямой связи с охраной. Здание построили всего за полгода. 1 сентября ученики уже сядут за партой. Конечно, это абсолютно новый подход. И риски были в том, что до того такие школы такого проекта не строились. Мы впервые в очень сжатые сроки построили. И действительно, это школа будущего. Мы сейчас должны ориентироваться именно на строительство такого рода современных школ, отвечающих всем современным требованиям. Это безусловно. Проект 69-й Иркутской школы стал типовым. Теперь он будет использоваться на территории всей Российской Федерации. Кстати, строительство шло по программе «Большая перемена». Это позволило привлечь федеральные средства. Теперь заявку на софинансирование подала еще одна школа областного центра. 19-я в Академгородке. Шансы на участие сибирских городов в госпрограммах Сергей Миняйло назвал высокими. Галина Тюрнева, Александр Барановский, Евгений Шахов. Новости сейчас.